Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы попробуем ответить на вопрос, почему Священное Писание не осуждает волхвов, магов, которые пришли с Востока, следуя за звездою, как астрологи, чтобы поклониться Иисусу Христу. Во-первых, давайте с вами вспомним, что сказано в Священном Писании, например, в книге Левит, это 19 глава, 26 стих, мы находим такие слова. Не выражите и не гадайте, не выражите и не гадайте. А в книге Второзакония, 18.10, мы находим такие слова. Не должен находиться у тебя гадатель, ворожея, чародей. Таким образом, мы видим, что и в книге Левит, и в книге Второзакония говорится о том, что Бог не хочет, чтобы среди народа Божия были гадатели и ворожей, чародей. Но разве астрология это не есть вид гадания? Это действительно так. Когда астрологи высчитывают, гадая по расположению звезд, небесных светил, по поводу тех или иных предполагаемых событиях. В той же книге Второзакония, это 4 глава, 19 стих, сказано «И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды и ниже, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом». И вот здесь прямо сказано, что для верующего человека это и неприлично, и неправильно определять свою будущность с помощью звезд. Эти культы для суверных людей разных народов, но к тем, которые исполняют заповеди Бога, этот культ никакого отношения не имеет. Наша жизнь не зависит от осветительных камней, которые летают в безвоздушном пространстве. Итак, первое. Священное Писание категорично запрещает астрологию. Астрология – это гадание и предсказание. Но то, что произошло с волхвами, которые называются в греческом оригинале магами, то, что произошло с волхвами, это нечто иное. Это не было что-то гадательное. Это было конкретное откровение. С чем оно связано, мы поговорим сегодня, но пока мы рассуждаем о значении этих звезд, солнца, луны, для чего все это существует на небе. А если мы с вами открываем 18-й псалом, смотрим 2-й и по 8-й стих, то здесь мы находим такие слова. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще от края небес, исход Его, исшествие Его до края их, и ничто не укрыто от теплоты Его. Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно умудряет простых». Здесь, с одной стороны, говорится о том, что все эти светила для благолепия, для прославления Бога через красоту космоса. Само греческое слово «космос» означает «красота». То есть та самая красота, которая побуждает нас и приводит нас к прославлению Бога. Собственно говоря, мы и познаем существование Бога в этом мире через рассматривание этой красоты. И в послании к римлянам, первая глава, с 19 по 20 стих, мы находим такие слова. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимые Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны». О чем это? О том, что мы познаем явно Бога через рассматривание творений видимых так, что они, то есть язычники, безответны. Они не могут утверждать, что мир возник сам из себя и не имеет первой причины. Это имеет в виду апостол Павел, когда восклицает так, что они безответны. То есть он настаивает на том, что вера в Создателя, она буквально всеяна во всех людей, которые живут на Земле, потому что, пораженные красотою и величием космоса, они понимают, что все не могло возникнуть само по себе и само из себя. Причем знамения в небесных светилах будут предварять и события Второго пришествия Христова, как эти знамения, они предваряли Его первое пришествие, ну, в некотором смысле. И мы смотрим Евангелие от Матфея, 24 глава, 29-30 стих. «И вдруг после скорби тех дней солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе», то есть знак Креста. «Тогда восплачиваются все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силой и славой великой». Конечно, у всех этих текстов есть и аллегорическое прочтение этих текстов. В этом универсальность Слова Божия, указывая на какие-то моменты из мира природы, в то же время Слово Божие аллегорически излагает истины неземного, нематериального характера. Поэтому, когда мы с вами читали, что небеса проповедуются славу Божию, у некоторых экзегетов с небесами сравниваются святые апостолы, которые настолько были духовны, что аллегорически называются небесами. Но в то же время этот текст свидетельствует о том, что мы познаем Бога через рассматривание творений видимых, как немецкий философ Кант говорил, «Больше всего меня поражают и заставляют верить в Бога две вещи. Это звездное небо надо мной, то есть для него небеса проповедовали славу Божию, и нравственный закон во мне». Но вернемся к Волхвам. Что же из себя представляла та звезда, которая вела их в течение двух лет из той земли, где они жили? Блаженный Феофилак, рассуждая на эту тему, пишет, «Звезды так по небу не ходят». То она останавливается, то она приближается, то она пропадает. И он предлагает такое решение. «Под видом звезды по небу двигался ангел». Если, друзья, вы посмотрите на икону Рождества Христова, то внутри звезды вы увидите изображение ангела. Вот вы видите сейчас это изображение. Но возникает другой вопрос. «А почему Волхвам ангел явился под видом звезды?» А к еврейским пастухам ангелы пришли как ангелы, когда свидетельствовали о Рождестве Христовом. Потому что волхвы Востока были заражены суеверием астрологии. И так им легче было понять. А пастухи еврейские, они знали, что Господь очень часто являлся в виде ангела тем или иным патриархом древним, ветхозаветным, праведным людям. И в соответствии с теми представлениями, которые где доминировали и преобладали, Господь и посылает им такое откровение, такое видение. Потому что Господь щадит несовершенство человеческой природы, поэтому одним является как сон ангелов, свидетельство о его рождении, а другим – как звезда, которая ведет их в течение двух лет от их родины к Вифлеему, граду, где и родился Христос. Но, как мы видим, за это время путешествия волхвы проникли в тайну Христову, ведь они приносят дары, золото, ладан и смирну. И вот эти дары свидетельствуют о том, что они не просто шли посмотреть какого-то царя, а они шли, чтобы приветствовать воплощенного Бога, царя царей и человека, которому надлежало умереть. «Ибо ладан принесли ему как Господу Богу, золото как царю, а смирну» – смирна входила в состав изготовления некого натирания для бальзамации мертвого тела – смирну принесли как человеку, которому предстояло умереть. По этим дарам мы видим, что они были и научены еще этим ангелам, который сначала в виде звезды заинтересовал их и потом повел, как-то еще и вразумляя, и наставляя, и совершенствуя их. Друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. Берегите себя! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!